Но прежде чем мы его начнем, мы чуть-чуть коснемся ваших домашних заданий Со сложным процентом все разобрались или есть вопросы? Там ведь самое главное это понять разницу между тем, когда вы просто денежки кладете на счет и они прибавляются И когда вы не снимаете прибавленные деньги, а процент прежний вам идет И вы видите, что это геометрическая прогрессия, приумножаются деньги Все понятно, замечательно Итак, начинаем наш третий вебинар, где взять стартовый капитал Я думаю, вы уже понимаете, что инвестировать приходят не для того, чтобы вот нет у меня денег А я пришел и у меня появились деньги Для этого нужно искать работу, чтобы они появились Инвестируют, когда деньги есть, а мы хотим их приумножить Весь вопрос в том, а что делать, если денег-то вначале нет Это потом этот сложный процент запустится Но для этого надо либо иметь приличную сумму вначале Либо все время отстегивать, пусть небольшую, но регулярную сумму от вашего какого-то постоянного дохода Из бизнеса, из зарплаты А вот если не получается Если все деньги уходят на самые необходимые расходы Вот как тогда быть? Значит, вопрос такой Кто-нибудь из вас переезжал на новую квартиру? Если переезжали, вы, наверное, вспоминаете, сколько мешков, всякого всего Остается на старый, выносится все это в мусор Вот это касается практически всех Проводили эксперимент ученые-финансисты Месяц спустя после получки просили людей вспомнить, куда они ее израсходовали Вот 15% люди не могли даже вспомнить, куда ушло Сегодня мы с вами постараемся эти 15% оживить Вспомнить, куда они деваются И вот эти денежки мы с вами будем инвестировать То есть проблема в том, чтобы вы инвестиционный капитал брали не в ущерб семье Не из зарплаты, не из бизнеса И ни в коем случае не в долг По крайней мере в начале Давайте разбираться Давайте вспомним Чем отличаются богатые люди от бедных Отличаются они дельтой Разницы между заработанными деньгами и потраченными Как живут богатые люди? Вот у них 100% доход, они 10% откладывают для инвестиций, а 90% тратят Как наши люди живут? 100% зарплата, 100% тратят, откладывать уже нечего Или еще хуже 100% зарплата, берут кредит, 150% тратят, потом чешут реку Где взять деньги, чтобы рассчитаться с кредитом? Тут, конечно, не до инвестиций Вот как нам уйти от этой схемы, по которой живут Живут Не только в России Живет средний класс на западе Там средний класс точно так же живет в долг Поэтому денег у них Вечно нет Значит Ситуация здесь такая Просто пытаться больше зарабатывать Это тупиковый путь Уверяю вас, вы тут же начнете больше тратить Как только зарплата появляется больше, мгновенно привыкаете к большим расходам Нам нужно найти другое решение Возникает вопрос Где это другое решение Сейчас, секундочку, картинку я попробую Так А чего-то Илья у меня не активируется Перелистывание слайдов Илья Александрович Сейчас Илья перелистнет Да Вот богатые люди от бедных Отличаются тем Что часть капитала Вот эти самые Часть дохода, извините Вот эти самые 10% скромные Они не тратят Они их откладывают Не расходуют Зачем это делается? В общем не для того, чтобы копить Копить на черный день Это удел бедных людей Они запускают вот тот самый закон сложных процентов Это у них будущие активы Семена будущего богатства Вот главная цель То есть из этих денежек Вырастить курочку Которая будет приносить золотые яйца Вот тогда это имеет смысл Если же вы что-то покупаете Это противоположно Это не активы, а пассивы Кто вот первую книжку Киосаки читал Бедный папа, богатый папа Вы наверное помните разницу между активами и пассивами Вот вы купили автомобиль Это актив или пассив? А так сразу не скажешь Если вы этот автомобиль используете для извоза Там еще для чего-то И это добавляет денег вам в карман То это актив А если забирает деньги из вашего кармана То это пассив Пассив это главный враг инвестора То есть если вы деньги потратили всем Чего-то накупили Вот такая и это у вас привычка И ничего вы не оставляете То вот именно это главный враг инвестора Ни большие налоги, ни олигархи, ни еще что-то А именно вот эта привычка Расходовать все деньги Которые вы зарабатываете Ложный вопрос А зачем? Почему мы так делаем? Сейчас секундочку Еще один рисуночек Посмотрим Вот вспомним Вы этот рисунок уже видели По-моему На первом вебинаре Посмотрите пожалуйста Вот если мы с вами Вот эти вот 10% Пусть это будет 1000 или 2000 рублей всего Я не знаю какой у вас доход Если зарплата 10 тысяч рублей То это 1000 рублей в месяц Если 20 тысяч То 2000 рублей в месяц И вот все определяется тем Что вы собираетесь делать с этими деньгами Пусть у вас зарплата 20 тысяч рублей И вы ее просто всю откладываете Не кушаете, не платите за квартиру каким-то чудом Ну там мама с папой за вас это делают Вы только откладываете все 20 тысяч Вот что получится с вашими деньгами Линия седьмая Прямая линия Прямая линия Сколько вы заработали Столько положили И вот у вас при зарплате 20 тысяч У вас будет через 10 лет Смотрим, смотрим, смотрим Что у вас получается Накопленный доход Получается где-то через 10 лет 2 миллиона Но ребята этот случай нереальный Вы не кушаете И вообще ничего не делаете Все откладываете Реальный случай такой У вас тысяча рублей Или две тысячи в месяц И вы их просто откладываете Вы их спасаете от инфляции Вот инфляция 10% И в банк вам компенсирует 10% Получается, что это идет обычное накопление Первая и вторая линии Очень мало вы имеете Посчитайте Если в месяц тысяча рублей В год 12 тысяч За 10 лет 120 тысяч За 20 лет 240 тысяч Что вы купите за 240 тысяч? Ничего А теперь смотрите закон сложных процентов Линия У нас с вами Третья, четвертая, пятая, шестая Чем они отличаются? Третья линия И пятая линия Это тысяча рублей в месяц Но третья линия Вы научились инвестировать Под 15% годовых А пятая Аж под 25% Это вы очень крутой инвестор Посмотрите, что происходит Эти линии круто забирают Все круче, круче Вверх забирают С каждым годом А есть линия шестая 2000 рублей И 25% в год Обратите внимание 2000 рублей в месяц Проходит 17 лет И эта линия Обгоняет Те 20 тысяч Которые вы просто откладываете То есть вот оно Отличие инвестиций От накоплений Ваши деньги работают Работает сложный процент Вы эти деньги Не трогаете Это ваши инвестиции То есть вот Это вот разница Вы поняли Для чего Нам нужны Эти 10% Это не на черный день Как вот первая Вторая линия Когда вы просто На всякий случай Откладываете А на светлое будущее Как пятая Шестая линия Вот это вот смысл Зачем мы делаем Зачем мы откладываем Сейчас вы увидите Следующий рисунок Посмотрите пожалуйста Какие цели Прежде чем говорить о том Как Где взять этот стартовый капитал Вы должны четко понять Зачем он нужен То есть копят только Нищие люди Ни в коем случае Если вы просто будете Ужимать себя Вот эти 10-20% Это глупость Вы много так не накопите У нас задача создать Вот то что фермер делает Не проедает весь урожай А создает семенной фонд Чтобы включить закон Сложных процентов Вот его называют Инвестиционный капитал Ну для нас это Стартовый капитал Это цель номер один Вот она какая Цель номер два Мы с вами будем Учиться развивать Дисциплину Учиться владеть эмоциями Что это означает Вот это святое Вот эти вот 10% Которые мы Экономим Мы не тратим Никуда Вот какие-то Неотложные нужды Мы где-то в другом месте Ужмемся Займем Но инвестиционный фонд Не трогаем Иначе мы Нарушим закон Сложных процентов Нам нужно обязательно Научиться владеть Эмоциями Иначе мы будем С акциями Обращаться так Как вот шопоголик С зарплатой Он только ее получил И тут же в магазин бежит Вот то же самое Будет у вас Вот нам Сегодня То что вы узнаете О стартовом капитале Пригодится в будущем Когда мы будем заниматься Инвестициями Вложениями В ценные бумаги И следующая цель Это развить Портфельное мышление Вот мы с вами будем Часто использовать выражение Инвестиционный портфель Что за портфель Почему именно портфель Почему не чемодан Не коробка А портфель Означает вот что Если вы любой портфель Откроете Он имеет право Называться портфелем Только если там Несколько отделений Вот точно так же Инвестор Учится Разделять деньги На разные цели Это называется Портфельное мышление Как Вовочку В анекдоте спросили Вовочка Хочешь ромовую бабу Да Только рома отдельно Бабу отдельно Вот так же Портфельный инвестор Он отдельно у него Акции отдельно Золото отдельно Денежки отдельно Вот мы уже сегодня Понимаем Что вот эти вот 10% от дохода Это отдельные деньги Которые нельзя путать Как вот грамотный фермер Он семенной фонд Держит отдельно Чтобы по ошибке Его не продать И не проесть Вот это вот было вступление Зачем нам это надо А теперь мы с вами Посмотрим Что не работает Что не работает Вот то что вы услышите Будет порядка 30 рекомендаций Если бы я просто взял Доперечислил Я мог бы их распечатать Элементарно 30 рекомендаций Уверяю вас Вы бы ничего не сделали Потому что вы не поняли бы Как это работает Вы не поняли бы Зачем это Более того Это уже доказано Что это не работает Вот скажем Вы Я думаю вы догадались Примерно Где мы эти денежки Будем брать Но вот такие случайные решения Они не работают Вот Сейчас мы перейдем К следующему слайду Что значит Случайные решения Вот вы краем уха Услышали Что есть Такой счетчик Который считает Сколько воды вы потратили У соседа увидели Вы понимаете Даже если вы поставите Такой счетчик Вы эти деньги Не пощупаете Вы их Не пустите на инвестиции Вроде как И не было этого Вот это не работает Второе что не работает Экономия на спичках Мелочная экономия Вот Наша привычка Штопать носки Советских времен Штопать носки Стирать Полиэтиленовые мешочки Разовые Ездить зайцем На транспорте Вот эти вот Сэкономленные Там 15 рублей На автобусе Вам не добавят денег Наоборот Потом вы увидите Вот У нас через Через один вебинар Будет психология инвестора Вы увидите Что это наоборот Разрушает Ваше сознание То есть Вот Не надо путать Бережливость И жлобство Вот экономия на спичках Это жлобство Знаете Есть такой анекдот Сколько раз Можно заваривать Чай в одноразовом пакетике Оказывается 7 раз На 8 раз Пакетик всплывает Чтобы посмотреть На этого жлоба Значит И не работают Сложные программы Вы войдите-ка В интернет Сколько там этих вот Программ Финансовый консультант Семейный финансовый консультант У богатых людей в Америке Есть личные финансовые консультанты Значит В России Это не работает Человек Посмотрит Боже мой Это нужно там считать Каждый чек Там просчитывать Сложно Все нужно Чтобы это было просто И чтобы это было Ощутимо Иначе все это Работать Иначе все это Работать не будет А что же работает Что же работает Вот К этой вот Картиночке Которая сейчас перед вами Где взять стартовый капитал Я шел два года Чтобы понять Как подать Рекомендации Чтобы они работали Оказывается Все просто Вот то О чем мы с вами будем беседовать Это два принципа И три приема Что за принципы Первое самое Вы должны относиться Вот К сегодняшнему вебинару Как к игре И домашнее задание Вы будете выполнять Как легкую игру Ненадолго вернитесь В детство Представьте Что вот вы Решили поиграть Чтобы у вас появились Свои денежки И второй принцип Это не все сразу Что это за принцип Вот если На вас я бы вывалил 30 рекомендаций Вы бы ужаснулись И ничего бы делать не стали Вы бы сказали так Ага Вот это Мне нравится Вот это я буду А вот это я не буду Ну парочку бы взяли На этом бы все кончилось Оказывается Дело на самом деле Очень серьезное обстоит Тут Сразу два момента Хочется отметить Момент первый Наши привычки Наши стереотипы Они настолько Въелись В нас И для того Чтобы их перебороть Это психологи Просчитали Оказывается Требуется столько дней Сколько человеку лет Вот мне к примеру 60 Мне два месяца нужно Чтобы избавиться От какой-то привычки В том числе От привычки Расходовать деньги куда-то Вам 30 лет кому-то Вам месяц понадобится То есть Вот что это такое Поэтому мы будем с вами Скажем Три каких-то новых рекомендации Вот вам 30 лет Вы ввели всего 3 Не все сразу Всего 3 Ввели Прошло 30 дней Они для вас стали Родными и привычными Вы новые 3 вводите Вот такая вот схема Работает Не все сразу Иначе это будет работать Вторая психологическая особенность Это когда человек Когда человек Берет только то Что ему либо привычно Либо нравится Вот я вчера как раз Слушал прекрасный Такой бизнес тренер Андрей Парабеллум Возможно кому-то Знакомая фамилия Он Такой роскошный пример привел То есть Человек Читает рекомендацию Вот 12 рекомендаций А потом чешет репу И говорит Вот первую Третью Десятую Я буду делать А сольные Как-нибудь так Вот читает он инструкцию Как нужно посадить дерево Первое Выкопать яму Второе Посадить дерево Третье Полить водой Вот яму я выкопаю И буду хорошенько водой поливать А дерево Что-то хлопотное Не буду я сажать Вот так устроено наше мышление Поэтому мы с вами Второй принцип Не все сразу Он поможет нам обойти эти трудности Потому что иначе Мы будем действительно выбирать То что нам нравится Ну а по приемам Мы сейчас с вами пройдемся Постепенно И выберем Самое Выберем самое эффективное Начнем с первого приема Который называется Ищите экономичное предложение На чем не надо экономить Вы уже знаете На спичках не надо экономить На мелочевке А на чем надо На двух категориях Это либо Большие Разовые Разовые Какие-то покупки Либо повседневные расходы Мелкие Но каждый день Которые Ощутимые Но каждый день Что это такое Первое Продукты Сегодня в России Это для небогатых людей Это главная статья Расхода Значит что делать У нас ведь не запад Там можно подождать Там если сутки прошли Там в два раза сбрасывается Цена на продукты У нас пока они сгниют Цену не сбросят Как сэкономить на продуктах Ну первое самое Оказывается дешевые И качественные продукты Могут быть даже В дорогих супермаркетах Есть такой прием Вы его можете не знать Он называется Товары-драйверы То есть каждый магазин Особенно это магазины Сетевые Или крупные супермаркеты Для того чтобы Привлечь потребителей Они прям поближе Ко входу Выкладывают Один, два, три товара По очень низким ценам Например у нас есть Сеть супермаркетов Кировский У них всегда Самые дешевые бананы Нигде нет дешевле бананов Вот везде бананы По 45 рублей были Всю зиму А здесь были По 30 рублей Зачем делается это понятно Товар-драйвер То есть посетитель думает Какой дешевый магазин И заодно к бананам Купит еще что-то Так вот не надо покупать То что дорого В этом магазине Но бананы нужно покупать Именно здесь В другом магазине Акция Яйцо по рублю Покупайте яйцо Именно там Где оно стоит По рублю То есть именно товары Именно товары Драйвера То есть много таких Маленьких хитростей Есть Вы если будете обращать внимание Поймете со временем Что оказывается Дорогие мандарины Выгоднее покупать Чем дешевые апельсины Почему А есть такой закон Геометрии Вот если тело имеет форму шара То самый большой объем Сосредоточен в наружном слое Вот если кожура толстая То вы за нее и платите Основные деньги То есть есть такие Маленькие хитрости То есть покупать Именно товары Драйвера Вот я например знаю Компании многоуровневого маркетинга Я знаю компании Где очень дешевые витамины Там дорогое Там другое все дорогое Я там другое не покупаю Покупаю там только витамины То есть постарайтесь выбрать товары Драйвера Следующий здесь же Вот по продуктам Ну не переплачивайте за имидж За что-то раскрученное Вот я пример вам привожу Для мужчин интересный Водка Как отличить хорошую водку от плохой Вы думаете водка Которая 1000 рублей стоит бутылка Она лучше той Которая 150 стоит Да одно и то же Из одной бочки наливали Водка отличается качеством спирта Воду сегодня научились очищать А спирт бывает всего двух категорий Это экстра и люкс Если спирт люкс Это водка хорошая Если экстра Это для алкашей Вот так же пиво Вот у меня был Ну такой Комедийная такая ситуация была На пивзаводе На тагильском пивзаводе Они выпускают пиво тапи А я несколько лет назад Занимался очисткой воды И меня пригласили на консультацию У них была проблема Лет Ой-ой-ой Лет 12 назад У них была проблема с водой Я посмотрел Какая у них Водичка Вода неплохая И Задал вопрос От которого они Значит В ступоре были Они смеяться стали Оно Я спросил Зачем вам такая сверхчистая вода Ведь у вас простое пиво Для простых людей И вот они Главный технолог Там был Начальник цеха Сидят и откровенно Оно их охочет Я понять ничего не могу Говорю В чем дело Они говорят А вы наши этикетки смотрели Я говорю Ну как-то внимания не обращал Они говорят Вы посмотрите Говорят У Балтики У раскрученной Балтики Серебряные медали А у нас золотые Я говорю Зачем Зачем меня тогда пригласили Да нам говорят Нужна вода чистая Не для того Чтобы пиво было Вкуснее Оно и так Одно из лучших в стране А для того Чтобы его можно было Без консервантов Держать две недели Тогда мы могли бы продавать Наше пиво Тапии За пределами Свердловской области Они сегодня Эту задачу решили Но обратите внимание Балтика Пиво номер один Считается Крутое Про тагильское пиво Никто не знает Вот я после этого Только это пиво Стал пить И вкус оценил Значит не подумайте Что это реклама Этого пива Значит они мне К сожалению Не доплачивают За вот этот вот пример То есть всегда Можно Можно задать себе вопрос За что вы платите деньги За что вы переплачиваете За качество Не жалко За имитацию качества За раскрутку Какой-то фирмы Это уже не стоит Это не стоит Вот очень похожие Товары повседневного спроса Вы пока молодые Вы этого не чувствуете Но вот с годами У вас неизбежно Будет возрастать Расходы на лекарства Значит Когда платят за лекарства Люди Они в четырех случаях Из пяти Платят за имидж Какой-то компании Значит Если вы регулярно Покупаете лекарства Допустим У вас родители есть Пожилые Которые требуют Зайдите вы на сайт Медгородок.ру Это сайт Екатеринбурга Там не надо бегать По аптекам искать Там сразу Самое недорогое Предложение Выберите И как ни странно Врачи рекомендуют Самые хорошие лекарства Это не те Которые вчера изобретены А те Которые прошли Проверку времени Вот 10 лет лекарства На рынке Это значит Оно действительно Стоящее Это не плацебо Которое через год Разоблачат Не пустышка А что-то стоит Более того Я скажу Я в солидном журнале Эксперт читал статью Где были рекомендации Покупать препараты Для животных Для ветеринаров Вот в частности Там рекомендовался От суставов Лошадиный гель Такой Оказывается Все пенсионеры его знают Он прекрасно работает Или там шампуни Для лошади Почему они работают Потому что Лошадь не обманешь Ей не внушишь Что вот это вот Супер-пупер Она почувствует Лошадь Либо это работает Либо не работает Поэтому здесь Стесняться не надо Такие хитрости Вы со временем Тоже Тоже узнаете Еще большие траты Большие траты Это вот То что назовем мы Дом Вот что такое дом Первое Это энергосберегающая лампа Значит В чем наша изюминка Вот давайте уже начнем с вами Как мы с вами работаем Вот вы купили Не купили Вот то что касается Прошлых рекомендаций На продуктах Например Раньше вы покупали бананы По 45 рублей После моей рекомендации Стали покупать По 35 рублей Вы прикиньте Сколько месяцев Вы покупаете бананы И вот эти вот Вот это вот 10 рублей Умноженное На массу Которую Каждый месяц Вы покупаете Вы Заводите коробочку На ней пишите Вот элементы игры Мы вводим На ней пишите На коробочке Семена будущего богатства И в эту коробочку Эти десятки Кладете Все что вы сэкономили А вот когда мы с вами Перешли к дому Там так просто не получится Например Вы купили Энергосберегающую лампу Так У вас электроэнергия Раньше вы платили 400 рублей в месяц В том числе 200 на освещение Вы заменили все лампочки У вас экономия в 3 раза Вы вместо 200 рублей Стали платить Стали платить 70 рублей Экономия 130 рублей Значит не обязательно 130 рублей Кидать туда В эту коробочку Напишите вы себе Записку 130 рублей И туда бросьте Из получки Вы эти 130 Вычлите Главное чтобы Это было зафиксировано Причем простым способом Никаких чеков Вам не надо В 130 рублей Раз туда Все уже Экономия у вас есть Или скажем Купили вы счетчик воды Холодная вода Раньше вы 200 рублей Платили Стали 100 Горячая вода 800 рублей платили Это самая большая статья Расходов Отопление Горячая вода Стали платить 400 рублей Экономия 500 рублей в месяц Раз бумажечку туда Чтоб не забылось И в конце месяца Уже у вас есть Значит Питьевая вода Значит ребята Питьевая вода Это Кот в мешке За большие деньги Значит в России 40% Бутилированной воды Это подделка То есть что это означает Эта вода вовсе не Артезианская Как нас уверяют А обычная Очищенная водопроводная вода Которую возможно Немножко добавили Там сода Еще чего-то Зачем вам платить За такую воду Когда сегодня Продаются Бытовые водоочистные устройства Которые в просторечии Называются фильтрами Самый простой вариант Кувшинный Ну самый раскрученный Это вот два у нас Барьер И гейзер Кувшинного типа Очищаете воду Более того Там есть картриджи Которые не только Очищают воду Но и исправляют Ее состав Скажем В вашей воде Вот у нас на Уральске Беда с водой Она слишком чистая В ней дефицит Магния и кальция Есть картриджи Которые позволяют Добавить Эти соли Кальция Кальция и магния В воду Есть картриджи Которые позволяют Убрать фтор Специальные Такие Из вашей воды Избыточные То есть вы можете Спокойно подобрать Любой картридж Не рискуя Потому что Риск была Такая вода С ней была Скандальная история Святой источник Называлась Оказывается Эти ребята Вырыли Атезианские скважины У них даже Лицензии не было Вблизи кладбища И продавали Вот Святой источник Такую вот вещь То есть не нужно Платить за это Где еще дома Скажем Раньше у нас Сейчас такого нет А вот в прошлую зиму Была большая беда Настоящая беда была Как зима Жарили батареи То есть люди Вынуждены Два раза платить За одно и то же Сначала мы платим За горячую воду Чтобы не было холодно Но потому что Слишком жарко Мы покупаем кондиционер Который Вообще-то является Очень вредным Потому что мы Мертвым воздухом дышим Там нет Ну не буду я на этом Останавливаться Но там нет Вот этих вот Аэроионов Витаминов воздуха И еще раз Платим за это Так вот Чтобы воздух Не был жарким Не нужно Обязательно покупать Кондиционер Если у вас батареи Старого типа И там нет Регулятора Расхода Горячей воды Вот свой опыт Личный Который я сам К нему пришел Я купил материал Который называется Изолон Это такой поролон Со слоем фольги Нанесенного Взял его Пятимиллиметровой Толщины Взял его Положил Конечно он сам По себе Лежать не будет Но вот слоем Фольгой я положил В батарее А поролоном Наружу Потому что фольга Будет отражать Инфракрасные лучи А прижал его Есть такие экраны В профиль он Как буква Г Такие экраны Специальные На батарее Кладутся Красивая батарея стала Вы видите только экран Не видите что она Старая Некрашенная Плюс я могу Регулировать Вот жарко мне Я кладу Этот изолон Не жарко Я его убираю Только голый экран На батарее Не нужен Никакой кондиционер Аналогично Вот сейчас покупают Часто Колорифер Вот холодно Не хватает тепла Ребят не покупайте Колорифер Есть старый Древний способ Оказывается его Изобрели англичане Я думал что это Русское изобретение Грелка Меня один раз Поселили в гостинице И температура Там была 12 градусов Что делать Сентябрь месяц Батарея не включена Холоднющий сентябрь Я взял Купил две бутылки Воды Полуторалитровой Воду Не помню я куда Я ее вылил В чайник А в бутылке Налил Горячей воды Практически всю ночь Мне хватило этого тепла Согревали Меня эти бутылки То есть Голь на выдумке хитра Вот экономьте На таких больших делах Потому что Деньги идут Огромные На оплату Обогрева квартиры Так я Немножечко брошу Взгляд сейчас На ваши вопросы Если там есть вопросы Мне Я на них отвечу Ага Нет вопросов Нет Все нормально Значит Одежда Значит Весь мир живет Не так как мы Весь мир Зимнюю одежду Покупает на распродажах Весной Соответственно Летнюю одежду Покупают Осенью Когда идут распродажи В России Вот таких настоящих Распродаж нет Что такое распродаж Это в три раза Цена снижается Сразу Там Давятся люди Которые вроде бы так Приличные Такие западные люди На распродажах У нас то же самое Что в советские магазины Когда выбрасывали Дефицит Вот у нас Такого пока нет Но У нас противоположное У нас так называемый Гламур То есть что это такое Туземное мышление Вот как туземцу Бусы покажи И он тебе золото Отдаст за него Вот так же вы Прочитали Прочитали где-то Что это модно И начинаем Огромные деньги Платить за Всю эту модную одежду Которая через год Будет уже не модная Значит На западе Мне приходилось бывать Особенно в Америке Я это заметил У них в моде Есть такое выражение Сейчас я по-английски Выпендрюсь скажу Называется Вот как Voluntary Simplicity То есть что это такое Сознательная простота Когда заместитель Министра энергетики Соединенных Штатов В джинсах И в кроссовках То есть просто Без выпендрежа Они считают Что цена человека Не зависит от того Как он одет То есть обычно Это когда начинаются Голочки одеваться Там что-то очень дорогое Это человек У которого либо Комплекс неполноценности И он хочет показать Что он крутой Либо человек У которого Действительно За душой Ничего нет И он пытается Скрыть это За одеждой На чем и чего Можем с вами экономить Электроника Бытовая техника Вот люди Моего возраста Привыкли покупать Эти вещи Вот я до сих пор знаю Советских времен У них комплекс Называется это Инфляционная психология То есть вот я поскорее куплю Вот сейчас Машина со скидкой продается Мне вообще-то Автомобиль не очень нужен Ну вот он у соседа есть А у меня деньги Они же пропадут И же инфляция съест И человек покупает Почти ненужную ему вещь Вот этого не надо То есть Вы потом это не продадите Вы как только на автомобиле Выехали Из салона Он уже 15% В цене потерял Через год Он еще 15% Потеряет Это Вы теряете деньги А не экономите их Это ложная экономия Псевдоэкономия Значит За имидж мы переплачиваем Вот до самого До самого последнего времени У нас был холодильник Минск Он стоял 10 лет Потом мы поменяли у него Самый Агрегат И еще 5 лет он прослужил И еще как новенький работает На Западе Вся техника делается так Чтобы через 5 лет Она сломалась Ну кроме Японии У них качество Это значит Ноль отказов А в Америке Значит Это работает В течение гарантийного срока Поэтому переплачивать За имидж Нет Вот я у вас уверяю Есть Скажем Шанель номер 5 Все знают духи Все знают жилет Я вас уверяю Вот товаров Такого же качества Полно Найдите вот точно Такие же И вы сэкономите В 2-3 раза По отношению К вот этому К раскрученным товарам То есть Всегда есть маленькие хитрости Вот зашли вы в мебельный магазин Первое что вы должны поинтересоваться Это А вы зашли купить мебельный гарнитур Вам говорят Да у нас скидка есть Но вы не наш клиент Что вы делаете Вы покупаете табуретку Становитесь клиентом этого магазина И на завтра покупаете гарнитур со скидкой То есть всегда ищите вот такие вот возможности Ничего С кондачка покупать не надо сразу Есть журналы Журнал спрос Журнал эксперт Есть Интернет сообщества Самое разное Там имханет в частности Когда люди такие же как мы Делятся впечатлениями О своих покупках Да вы можете просто нажать Набрать ключевое слово Например Хотите вы купить Там какой-нибудь Я не знаю Шифонер Шифонер Пробел отзыва Кучу отзывов получите Невозможно собрать Десять тысяч отзывов Чтобы раскрутить Какую-то фирму Ни в коем случае Не верьте рекламе Значит Ну насчет автомобиля Особый разговор Значит это большая беда Нашего времени Когда людей Заставляют Вот если у тебя нет автомобиля Значит ты никто Значит ребята Я вас уверяю На самом деле это не так Сегодня автомобиль Это уже не показатель Крутизны человека А скорее показатель Насколько глубоко Человек погряз в кредитах И поэтому Относитесь Очень осторожно К покупке автомобиля Особенно в Екатеринбурге Где столько пробок И автомобиль Будет пожирать ваше время Вот я вспоминаю Своего знакомого Это был наш переводчик Когда мы были в штатах В Вашингтоне Он жил в Вашингтоне Он житель Вашингтона И у него Отец и мать Эмигранты из России И вот он сказал фразу Я до сих пор ее помню Говорит Мы как-то с ним подружились И вот он говорит У меня квартира Рядом с метро И поэтому я могу позволить себе роскошь Не иметь автомобиля То есть в Америке Не иметь автомобиля Это роскошь Вы экономите кучу денег Автомобили дешевые Но плата за стоянку Налоги И так далее Вот это пожирает деньги Поэтому тут подумайте Можете или нет Вы обойтись без автомобиля Вот у меня был автомобиль Один сезон Это было в 80-х годах Мне хватило впечатлений Я понял, что не мое С тех пор я пользуюсь такси Если мне что-то надо Никакой нужды Чтобы там 5 раз в год Куда-то съездить Мне хватает услуг такси То есть Я комплекс преодолел У меня был автомобиль Я умел его водить Значит у меня вот это Мужское мое самолюбие Сейчас не задето Что у меня нет машины Я наоборот Немножко свысока смотрю На тех, кто Имеет проблемы Переживает Сколько будет стоить бензин Проходя мимо наших Особняков Наших крутых гаишников Как-то задумчиво Так проходят Понимая на какие деньги Построены Эти особняки В нашем дачном поселке Вот У меня этого ничего нет Еще одна Статья расходов У многих из нас У меня это тоже было Книги и журнала Мао Цзэдун сказал Золотые слова Не надо читать Много книг Значит Книги Журналы Газеты Это то Что крадет наши деньги И крадет наше время То есть Если ни уму Ни сердцу Не дает Это чтение Постарайтесь Обойтись без него Ведь вы понимаете Что сегодня происходит В советское время Книги покупали По рекомендации Мы все знали Те книги Которые были Или запрещены Или полузапрещены Как Булгаков Как Стругацкие За этими книгами Охотились Цены на них были дикие Скажем Мастер и Маргарита Хорошее издание Там еще Еще два романа входило Белая гвардия Еще что-то в эту книгу Я вспоминаю Стоило 80 рублей Значит 80 рублей Это на наши деньги Умножайте на 120 Это 100 Это 10 тысяч рублей За книжку Вот на наши деньги Отдать надо было Эта книжка была у тебя Но ты эту книгу мог всегда продать Сегодня книгу продать невозможно Значит Поэтому Либо у вас есть электронная читалка Либо вы покупаете В бумажном виде Только то Что будете перечитывать Вот на это денег не жалко Если это будет ваша любимая книга Тут конечно лучше иметь Настоящую книгу А как узнать Будете вы перечитывать или нет Ну два варианта Либо вы берете электронный вариант Попросту в интернете Если нет Можно купить по дешевке Либо вы заходите на сайт Их полно таких сайтов Живых журналов Там Что читать Имханет.ру И смотрите Ваших единомышленников Там Букиан и так далее То есть книги сегодня без проблем Не покупайте гламурные журналы Сегодня проблема большая Трата на Трата большая на Вы тратите Расходите основные деньги Не в книжных магазинах А в газетных киосках Вот мимо книжного магазина Вы равнодушно пройдете А киоск У него все стеночки стеклянные И они так и просят Чтобы вы заглянули И что-то купили А потом и выбросить жалко Как чемодан без ручки Нести неудобно И выбросить жалко И особенно Вот большая беда Это так называемый Партворки Парт Это Партворк Это переводится Английского Частичная работа То есть вы проходите Мимо киоска газетного И видите Продается за бесценок Буквально Прекрасная книга О которой вы давно мечтали И оказывается Это только первый дом Какой-то серии Вы ее покупаете За 40 рублей Книжечку прекрасную Любимого писателя А для подписчиков Аргументы и факты Эта книжка первая Вообще бесплатна Но в конце этой книги Написано Что вторая книга Будет через неделю Вы проходите Мимо киоска Но у вас же Одна книга уже есть Вам хочется серию Вы покупаете вторую Все Коготок увяз Все птички пропасть У вас сработал Инстинкт коллекционера Этот рефлекс Будет вас заманивать И вы купите 30 томов Не понимая Почему вы это делаете В этом же киоске Вы не обязательно Журнал Вы можете купить Какой-нибудь камень Для будущей коллекции Первый камень Самый красивый Самый дешевый Второй Не такой красивый И уже не такой дешевый Вы можете купить Насекомое какое-то Большого жука Красивого Все Вы еще 50 насекомых Купите Вот газетный киоск Это сегодня Злейший враг Вашего кошелька Потому что Маркетологи Вы не думайте Что это просто так Там появилось Вот Сегодня 80% Тех товаров Которые производятся Никому не нужны И маркетологи Думают постоянно Как их стучить Вот для бедных людей Для небогатых Это портворки Вот то чем Заполонены газетные киоски У вас же не придет В голову Каждую неделю Заходить в книжный магазин И покупать по книжке Которую вы не успеваете читать А там вы как миленький купите Для среднего класса Это гаджеты Все новые Главное убедить Что прежняя модель Это уже устарела Ну а для богатых людей Это автомобиль То есть тоже Главное убедить Что автомобиль Который три года назад Купили Это отстой Поэтому так и работают Все это не просто так Цель вас раскрутить Вот то же самое Касается подарков Тоже статья расходов У нас нет в России Культуры подарков Вот Помните фильм Служебный роман Там была такая Общественница Шура Которая приглядела Бронзовую лошадь То есть подарки Покупают у нас Не те которые нужны Юбиляру А те которые Кажутся оригинальными Покупающими Поэтому если вы Вот хотите Чтобы вам что-то купили Четко перепишите Вплоть до цвета Что вы хотите Иначе вам такое всучат И у вас полная антресоль Вот этих Недужных Подарочков То есть ни в коем случае Никогда не дарите книгу Человека Вот у меня Например С советских времен Меня раздражает Непрочитанная книга И когда мне дарят книгу А как правило Угадать мой вкус Я ей читаю Только-только Супер-супер То что мне нравится Или надо по работе Поэтому не дарите книгу Сегодня книга Это худший подарок Не дарите открытки Где уже все написано За вас Это не от души Вот эти вот адреса Я читал случай Когда красивый Шикарный адрес Секретарша Складывала 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 А потом вдруг Юбиляр Конечно их даже не читает Ни к чему они Эти папочки А секретарша потом Открыла А там была Опечатка вкрылась Было написано Многоувядаемому Юбиляру Значит это Реальный случай А какие Подарки Хорошие Которые потом Куда-то Сможет Использовать Человек Которым вы подарили Например Есть благотворительный фонд Который принимает Игрушки И вот есть такая акция Называется Сухая попа Вы юбиляру дарите Памперсы Он тут же передаривает Либо в детский дом Либо в дом престарелых Прекрасный подарок Юбиляр Чувствует себя благотворителем Это очень приятное чувство Ваши деньги не пропали Подарите валюту Вот человеку 20 франков Подарите У нас будет с вами Тема валюты Приятно будет человеку Или еще Какую-нибудь редкую Редкую купюру Да еще в оригинальной упаковке Или золотую монетку Подарите Будет у нас тема Драгоценные металлы Или подарочный сертификат Если деньги Стесняетесь дарить Подарочный сертификат Чтобы человек Мог что-то купить То есть Мне недорог Мой подарок Дорога Твоя Твоя любовь Ну Вам Вот молодежи Не нужно пояснять Как можно экономить На телефонных переговорах Вы знаете Что такое Скайп Собаку съели на этом Сами меня Можете Чему-то научить Вот эти вот траты Уже перечисленные Если их суммировать Это будет много Всегда возникает вопрос Покупать Или брать на прокат Вот вы Несколько раз в году Катаетесь на лыжах На велосипеде Хотелось бы вам проехать Летом несколько раз Секрет Это стоимость Одного дня эксплуатации Вот скажем Вы лыжи Представьте Что вы купили лыжи Стоят лыжи К примеру Пять тысяч рублей Вы Десять раз за зиму Прокатились на них Лыжи вам прослужат Пять лет Пятьдесят раз Пять тысяч рублей Делите на пятьдесят раз Получается сто рублей Стоимость одного пробега А сколько стоит Аренда лыж Если дороже Значит это выгодная покупка Вот у вас В списке литературы Рекомендуемой Значит Если Илья не сбросил Он обязательно сегодня Сбросит вам этот список Там есть шикарная книга Роберт Аллен Она только что переиздана До этого я рекомендовал Люди страдали Что ее нет в магазинах Роберт Аллен Множественные источники дохода Вот эта книжка Написана для небедных американцев Так вот Роберт Аллен пишет Обходите стороной кинотеатра Берите диск на прокат Он же пишет Для небедных американцев Покупайте по оптовым ценам Вот как американцы покупки делают Я был у них в самый крутой Мол Это Мегамарт Здоровенный Тридцать километров от Вашингтона Приезжает на Недорожники Семья американская Под завязкой его забивают Товарами Продуктами Это на целый месяц То есть цены там Ну считайте в два раза ниже Чем в обычном магазине Ну вот К примеру у нас Мегамарт есть Там 4 бутылки вина покупаешь А все равно его потом выкишь Это вино Там хорошая вина Тебе уже скидка Процентов 30 Чем если бы ты купил одну бутылку Мы вам даже с инвесторами Рекомендация Золотые монеты покупать По оптовым ценам Сбербанк надо такую акцию проводить Если 10 монет покупаешь Тебе скидка 10% То есть каждая 10 монета Бесплатно Мы берем Скажем на троих покупаем Эти 10 монет Потом делим между собой экономию Значит Понятно что нужно использовать Современные способы Не бегать по магазинам Где дешевле А заходить в интернет И смотреть Где дешевле Вот в свое время Я работал в сетевых компаниях В том числе в Гербалафе Как там рассказывали сказки Что у нас такое дешевое Такое качественное Ну слава богу У меня супруга Фармацевт посмотрели Один к одному То же самое что в аптеках Состав тот же самый И цена такая же То есть вот эти мифы Они быстро очень Разоблачаются То есть ребята Речь не о копеечной экономии Вы перестроите свои мозги Мало того что у вас Стартовый капитал Появится Вы увидите У вас появится Очень полезная привычка Не шиковать зря Не выкидывать деньги Потому что Если вы шапоголик Из вас никогда не выйдет инвестор Вы точно так же Будете покупать акции Вы будете себя обманывать Вы будете считать себя инвестором А на самом деле Вы Будете сорить деньгами На фондовом рынке Точно так же Как вы Сегодня Делаете В магазине Вот это был Первый прием Который называется Ищите экономичные предложения Вторая серия приемов Называется Умело обороняйтесь Значит От кого обороняться нужно От кого обороняться Мы с вами уже говорили Что 80% товаров Которые сегодня производятся Это Никому не нужные товары Они производятся Только потому что Они покупаются А покупаются они Потому что Хорошо поработали маркетологи Вы даже не представляете Какая индустрия Работает сегодня для того Чтобы вы Что-то купили Вот скажем В стоимости автомобиля Цена изготовления автомобиля Значит не падайте со стульев 16% Все остальное Это либо Опытно-конструкторские Затраты На разработку автомобиля Либо процентов Этак 40-50 Это затраты На то чтобы Ваша машина Доехала до салона И на то Чтобы убедить вас Ее купить Убедить вас Что вы не можете Без автомобиля прожить А конкретно Без этого автомобиля Который почему-то Стал вашим любимым Поэтому Советы здесь такие Никогда Не покупайте то Что вы увидели В рекламе В телевизионной И особенно В рекламе по радио Самая коварная реклама Это радио Оно рассчитано На пожилых людей Которые привыкли Доверять радиопередачам Ребята Это разбойники Самые настоящие Вот Был эпизод Когда Мы чуть не заказали Ну якобы Лечебное белье Из какой-то шерсти Из хитрой Для пожилого человека Который Ну болезнен сустав Когда я узнал Сколько стоит это белье Оно стоило 10 тысяч рублей Значит На этом история Не кончилась Я ожидал свой телефон И начались звонки Звонки агрессивные Вы кому Вы кому хотите Купить это белье Я говорю Вот дедушке нашему И вам жалко Для вашего дедушки 10 тысяч рублей Звонки эти были Не знаю где Значит мне пришлось Использовать Ненормативную лексику Последний раз Чтобы от меня отстали То есть не давайте Свой телефон И никогда Не ведитесь на радиорекламу Телевизор тоже реклама Вы можете не замечать Вы можете Ругаться Выключать телевизор Но на подсознание Она действует Вы поймите Вот То что По телевизору рекламируют Стоимость рекламного времени На главных каналах 100 тысяч долларов Минута Эти вот 100 тысяч долларов Они раскидываются На тех кто купит Это вы платите За эту рекламу Если купите Этот продукт Который там Рекламируют Поэтому вот у меня Например Я спокойно К рекламе отношусь У меня есть свой прием Я называю его Жилище индейцев Я слушаю Как там говорят По телевизору Не выключаю телевизор А наоборот Стараюсь запомнить Этих сволочей мерзавских Которые испортили Мне просмотр фильма А потом Я ни за что Не куплю их товар А почему Жилище индейцы Как называется Фиг вам Вот точно так же Я отношусь К этим товарам И услугам То есть Контрприем Есть Значит Про образ Как нужно покупать Как умело обороняться Знаете Кого ненавидят Маркетологи Больше всех В магазинах Мужчину со списком Вот он в магазин Зашел Он как биоробот Вот что ему жена Написала Он от и до Покупает Он ничего лишнего Не будет А если это не мужчина Или мужчина Но без списка Начинаются чудеса Вы обратите внимание Что лежит впереди В магазине Не то что вам нужно А то что нужно продать Самое дорогое На кассе что лежит Шоколадки Жвачка Сигареты То что вы и не хотели Наверное покупать Но как удобно Вот идете на выход уже А тут рядом Жвачка лежит Вроде бы и не деньги Раз ее купили Есть такая профессия Менчендайзеры Вот этот человек Который в магазине Отвечает за выкладку товаров Вот именно Менчендайзеры Организуют так Что хлеб Будет в самом дальнем углу Лежать Чтобы вы обязательно Прошли мимо товаров Вовсе вам не нужно Вот это один совет Не покупайте В магазине наугад То есть старайтесь Списочками Зачем вы пришли То есть не покупайте Спонтанно По принципу В голову стреливного Иначе бывает так Пошли пиджак купить А купили вазочку И два подстаканника Вот этого не надо Значит второе Дорогие вещи Не покупайте спонтанно Есть рекомендация Западных Исследователей На каждые 100 долларов Цены Сутки на размышления То есть вот Увидели какой-то гаджет Он стоит к примеру 6 тысяч рублей Значит сколько это долларов Получается 200 долларов Значит двое суток Подождите Либо если он вам Действительно нужен Вы его купите Либо поймете Что он вам не нужен Двое суток Значит еще один совет Не идите Не идите в первый день Когда получили Крупную зарплату Потерпите В первый день Еще одна рекомендация Не рассчитывайтесь Карточкой Рассчитывайтесь наличными Когда вы рассчитываетесь Карточкой Вы безболезненно Расстаетесь с деньгами Для этого карточки В основном придуманы Не для вашего удобства А в основном Для этого Значит пластик Вы не будете Ощущать расходы Значит никаких кредитов Кредиты Это означает Что вы тратите деньги Которых у вас нет Как правило На товары Которые вам не нужны Никаких кредитов То есть как говорят Американцы Умные американцы Если ты живешь Если ты получаешь 10 долларов Ты должен Уметь жить На 5 долларов Значит еще одна рекомендация Дорогую вещь Не держите в руках Дольше 30 секунд Эксперимент проводили Американцы Значит если чашечку Человек держал Дольше 30 секунд Он готов был Переплатить за нее В 4 раза Почему? А сроднился человек Уже с ней Она стала Как бы уже его Вот на этом основано Как продают машины В салонах автомобильных Дают обязательно проехаться Вы уже почувствуете Вот баранку держите Значит запах Удобство На все это обратит внимание Маркетолог Вы Значит уже Вылезать неохотно Из такой машины Уже цепляет То есть вот эти вот Маленькие хитрости Это большие Большие дыры В вашем бюджете В вашем бюджете Очень агрессивная реклама Направлена на Ваших людей На ваших детей То есть Не помню По-моему я приводил Этот прием Если я перепутал Вот Полезно будет послушать Зашли с ребенка В магазин Вы поймите психологию Ребенка Ему тяжело Что-то увидеть И не подержать в руках А если он подержал в руках Это стало родное Почти его Ему вдвойне Ему вдвойне тяжело После этого Положить назад Вот пропал Куда-то ваш ребенок Пришли в магазин Пропал Вдруг прибегает А ему добрые дяди Оказывается рыбку подарили Он показывает В полиэтиленовом пакетике Водичка А там рыбка плавает Папа Теперь эта рыбка Будет жить у нас Никуда вы теперь От этой рыбки не уйдете И теперь вы в этом же магазине Купите аквариум И корм для этой рыбки То есть обязательно Обязательно Еще одна рекомендация Читайте книжки по рекламе Узнаете происки Ваших врагов Возможно среди вас Есть рекламщики По специальности Я не хочу никого обидеть Но умение Пересаживаться В другую сторону стола Очень полезно бывает Вот когда мы с вами Будем беседовать об акциях Первый же Вебинар Будет посвящен Вы научитесь Смотреть на акции С точки зрения Предприятия Которое их выпустило Вы поймете Как изнутри Эту кухню Все посмотрите Никаких вещей Ради понтов Это еще одна рекомендация То есть я понимаю Русский понт Он тверже Американского доллара Вот вспомните Фильм Бумер 2 Как там золотые слова Говорят Не нужна тебе такая машина Брат Когда опытный товарищ Говорит пацанам То есть действительно Зачем человек Покупает в России машину С такими пробками С такими гаишниками С такими расходами С такими дорогами Конечно не для того Чтобы на ней ездить Как доказательство Что жизнь прожита не зря Ну и потом Не у всех есть Ну и приятно Надо же на чем-то добираться От дома до гаража То есть 7 раз отмерьте Прежде чем покупать машину Вот я например В Екатеринбург езжу Вторым классом Скоростной электрички Удобно От первого Отличается только тем Что нет телевизора Это прекрасно Дремать не мешает Ничего Безопасно Быстро Без остановок Час 10 минут На машине я так не доеду То есть вот Что такое понты Есть такой анекдот Когда двое новых русских Первый раз в Америке оказались И вдруг один с покупкой прибегает И говорит Смотри Какой я галстук купил Ух ты Сколько отдал 20 баксов Ну и дурак же ты Вот точно такой же За углом 40 стоит То есть не надо Уподобляться Вот таким вот Новым русским Значит еще рекомендация Ребята бросайте курить Если кто-то курит Курить скоро станет Разорительно Вот тот самый пример По-моему он есть в презентации Давайте посмотрим Вот Один доллар в день Столько стоит пачка сигарет Это сегодня она стоит Через три года Она будет стоить Два доллара в день Один доллар в день Это примерно Тысячу рублей в месяц Вот если вы Эту тысячу рублей в месяц Инвестируете В течение 32 лет То через 32 года У вас будет Миллион долларов А если вы просто Откладываете Эту тысячу рублей То через два года У вас будет Только 12 тысяч долларов Это вот разница Между инвестицией И спекуляцией Ребята Научьтесь инвестировать По 20 процентов годовых Пачка сигарет Миллион долларов Через 32 года Это нормально Вот можете меня проверить Вы теперь знаете Что такое сложный процент Вот проверяйте Вот это вот расходы Для курильщиков Курите вы не потому Что это модно Что это что-то дает вам А потому что Это нужный Американский монополия Они стали терять Когда вся Америка Стала бросать курить 10 лет назад Чтобы не потерять Свои доходы Они взяли И переориентировались На Китай И на Россию Ни одного цента Не потеряли Еще и выиграли А там ведь Достаточно пару сигарет Выкурить Любой нарколог Вам скажут Что никотин По своей привязчивости Это средний наркотик Такой же как кокаин Это еще не героин Но уже не малихуана То есть нормально Значит вы уже втянулись Вот еще одна рекомендация Проверяйте чеки Не стесняйтесь проверять чеки То есть если вы осознали Что вами манипулируют Вы уже безболезненно Когда вы увидите все это Вы уже безболезненно будете расставаться С вашими привычками Которые были раньше Вот этот вот вебинар Я раньше готовил для Специально Были у меня люди Небогатые люди Пенсионеры Вот это первая аудитория На которой я пробирал Свои не вебинары Были семинары живые А потом вдруг оказалось Что среди этих Небогатых людей Затесалась богатая женщина Крутая бизнесвумен Так вот она мне была благодарна За этот вебинар Что действительно Я не понимал Куда уходят деньги Куча денег А денег нет Зато куча ненужных вещей Сейчас для меня кайф Я увидел Что мной манипулируют Теперь эти деньги Я инвестирую То есть Как только вы увидели Вот эти портворки Все уже Это Вами манипулировать Уже будет нельзя И вот еще Следующий Третий прием Контролируйте Свои расходы Что это такое Если вам трудно Вот Сохранять чеки Писать сколько вы потратили Вот Конечно Лучше всего Если вы сделаете В течение месяца Вот не позволяет Ваша зарплата Эти 10% Отложить на будущие инвестиции Тогда вам придется Контролировать Но если Вы спокойно Обойдетесь без этого У вас уже Это работает Вы уже не шапоголик Вы уже спокойно Знаете Что только необходимое Покупаете И все И так урезано И все равно Не получается Есть альтернатива Называется Это программа 4 конверта Что это такое Это Ограничитель Для транжир Посмотрите Пожалуйста Как это работает 4 конверта Всего Несколько шагов Первый шаг То есть Здесь не нужно Ничего Записывать Ваши расходы Вы наоборот Все заранее Предопределяете Куда уйдут Ваши деньги Ваш месячный заход 20 тысяч рублей Что вы делаете Первое Это самый главный шаг Вы читаете 10% на инвестиции 2 тысячи рублей Вот это мы с вами Будем вкладывать Каждый месяц У вас остается 18 тысяч рублей Из оставшейся суммы Вы читаете Постоянные издержки Квартплата К примеру Ну и что-то еще Садик Или питание Я не знаю что Но то что вы Постоянно Вы знаете Сколько в месяц Вы отдадите Вычли У вас осталось 13 тысяч рублей Вы остаток делите На 4,3 Почему на 4,3 Потому что в месяце Больше чем 4 недели У вас получилось 3 тысячи рублей Вот эти 3 тысячи рублей Вы живые деньги Кладете В 4 разных конверта Каждый конверт Это ваши Недельные расходы Вот сэкономили Ну сделайте себе Подарочек Но старайтесь Не перебираться Ко второму конверту У вас на 1 неделю 1 конверт Это очень дисциплинирует Если что-то Значит это у вас Уже перебор И всякий раз В чем заключается Элемент игры Вы себе всякий раз Спрашиваете Вот я прошлый Купил бы это Вот купил бы я Вот эту вот штуку За 500 рублей А теперь я понял Что мне это не надо Я купил такую же Но за 200 рублей И 300 рублей В коробочку Где семена Вашего будущего богатства Иногда бывают сомнения А черт кто ее знает Купил бы я вот это Или не купил Когда сомнения Делите пополам Вот не 300 рублей А 150 рублей Кладите в вашу коробочку Либо записку То есть поймите еще раз Что вы делаете В основном для того Чтобы перестроить Ваши мозги Потому что шопоголикам На рынок ценных бумаг Вход заказан Вы деньги будете Терять там постоянно 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 будете терять Еще раз вернемся К нашему рисуночку Разницу между Вот она Разницу между накоплением Мы не для того Чтобы на черный день копить А для того Чтобы инвестировать Вот для чего нам это нужно И наконец Я вас призываю в действие Это и будет Ваше домашнее задание Вот она То есть из того Что вы услышали сегодня И успели записать Выберите Три-четыре приема Либо откладывайте Живые деньги Либо записывайте Экономию В течение месяца Почему месяца Я думаю что Средний ваш возраст Не превышает Тридцать лет В конце месяца Пересчитайте сумму Эти деньги Положите на отдельный депозит Не путайте Эти деньги С другими Пока не важно Какой депозит У вас еще не было Темы банковских сделок Потом вы узнаете Что бывают депозиты Хорошие и плохие Значит Следующий месяц Используйте Три новых рекомендации Включите Если ваша вот эта экономия Она меньше 10% Зарплаты Добавьте еще и зарплаты Общая сумма инвестиционного капитала Должна составлять 10% вашего дохода Эта цифра золотая О чем она Почему на ней мы останавливаемся Потому что Вы не почувствуете Лишений каких-то Что вы себя ужимаете В то же время Эти 10% Позволят запустить Закон сложных процентов И ваш доход От инвестиций Будет соизмерим А со временем Обгонит Ваш доход От Вашу зарплату То есть Главное Для чего вы делаете Это перестраиваете Ваши мозги То есть вам придется Заново Учиться пользоваться Вашим мозгом Вот один Один из Элементов Этого тренинга Это сегодняшний вебинар Это Стартовый капитал Спасибо Ваши вопросы Так Татьяна Кузнецова Куда можно инвестировать По 20% годовых Таня Мы этому будем учиться Полгода Чтобы вы поняли Это очень непросто Нет сегодня Такого Одного Одной Какой-то рекомендации 20% годовых Вам может дать Только портфельное Инвестирование Когда вы используете Часть Вашего капитала В акции Часть золота Часть валюту И так далее И все время Меняете соотношение Между этими Пропорции Между этими вложениями Просто взять Во что-то вложить И забыть Вы 20% годовых Никогда не получите Более того Вы можете даже потерять Ваше вложение Дальше вопрос Я всегда беру чеки Это Оксана И веду домашнюю бухгалтерию Оксана молодец Вы приятная Но вы пока Исключение В России Так почти Никто не делает К сожалению Но у вас Очень большой плюс У вас уже Инвестиционное мышление Вы умеете Считать деньги Как правило Это большая беда Россия Мы с трудом Зарабатываем деньги И очень легко Их тратим И мы ведем Алена Я поздравляю Алену Что вы ведете Замечательно Вот в этой группе Я вижу Люди Продвинутые Попались И от магазинов Избавились Ну от магазинов Вы совсем не избавились Но по крайней мере У вас в магазин Вы приходите Не как на аттракцион На живой Когда Чтобы такое еще купить Да А покупаете то Что вам действительно нужно Потому что Действительно Вот часто приходится Вот большая часть людей Делает не то что нужно А то что приятно Или то к чему привыкли Вот особенно Это касается Посещения магазина Это большой плюс Если вы научились Покупать то что вам нужно То же самое Вы будете делать По ценным бумагам Ждем только Пути инвестирования Все Скоро 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 Единственное что у нас С вами впереди Два вебинара Которые Входят Вот В этот первый пакет Это мой следующий вебинар Это финансовые пирамиды Потому что Вам ведь никто не скажет Несите нам деньги В финансовую пирамиду И вы можете Будете думать Что вы инвестируете деньги А вы их легко потеряете А еще через один вебинар У нас важнейший будет Самый Семинар Это Это как мы мыслим Это психология инвестора Как умный человек Доктор и кандидат наук Превращается в бедного папу По терминологии Киосаки И не может деньги инвестировать Ничего у него не получается Почему А потому что у него мозги Настроены не так как надо Для инвестиций У инвестора это мозг особый Вот это впереди А потом пойдут инструменты Уже конкретные Так Депозит у меня есть Еще вкладываю в пиф Фонд акций Будет у нас Специальный вебинар Пифы Значит я никогда в них не вкладывал Но Всегда рекомендую Один фонд Начинающим инвесторам Сделать Как элемент контроля То есть тестирование Вашей продвинутости Вы будете сравнивать Сколько вам Сколько вы заработали в пифе И сравнивать С самостоятельным инвестируем Вот как только вы обогнали пиф Вы молодец Так Еще вопросы есть? Надеюсь что это настоящий Паевый инвестиционный фонд А не пирамида Замаскированная Под такой Фонд Если вопросов нет Мы с вами прощаемся А вопросы пожалуйста в чат У нас следующий вебинар Он еще такой Простой У него запас времени есть И мы начнем с ответов На ваши вопросы По прошлому вебинару В следующий вебинар Всем спасибо За внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok